На встречу были приглашены представители Краевого департамента по надзору в строительной сфере, УВД, службы судебных приставов и ресурсоснабжающих организаций. В основной повестке дня проблемы пяти домов, застройщиком которых был сочинец Анзор Пруидзе. У каждого из этих ЖК своя степень готовности. Где-то не подключена вода, электроэнергия, где-то нет документов на тех присоединения городским сетям, где-то и вовсе дома не построены. За мошеннические действия застройщик Пруидзе уже осужден. Теперь обманутым дольщикам необходимо за свой счет достраивать дома, но многие признаются, собрать необходимую сумму не получается. В некоторых случаях на помощь приходят инвесторы. Так, для достройки ЖК Москва, что на депутатской 10 мэрия Сочи помогла подобрать инвестора. Это группа компаний Альпика. Компания уже вложила 20 миллионов рублей на обустройство теплотрассы, покупку индивидуального теплового пункта и внутренние электротехнические работы. Еще 10 миллионов будут перечислены на доработку. А вот собственники квартир в ЖК Горка на Первомайской самостоятельно собирают средства и вкладывают их в достройку многоэтажки. Она уже готова на 80%. Внутренние работы завершены, установлены лифты, проведены наружные сети электроснабжения. Трубы водоснабжения и водоотведения готовы, теперь необходимо оформить документацию на присоединение. И здесь позиция у главы Сочи твердая. Нельзя допустить, чтобы этот процесс затягивался из-за нерасторопности ресурсников. Если у вас с предприятиями жизнеобеспечения есть проблемы, о которых мы сказали, вот мы договорились, вы пришли, что-то не так, приходите ко мне. Есть безвыходность, есть проблемы, вот то, что не договорились, либо вас не встретили, быстро ко мне приемную. Я вам говорил не раз, что надо прийти ко мне. Я тогда буду видеть ваше участие, буду видеть, что там кто-то из них неправильно себя ведет. Решение проблем обманутых дольщиков в Сочи – одна из важнейших задач властей города. В начале прошлого года в перечне проблемных значилось 28 объектов. Благодаря координационной работе муниципалитета в 10 ЖК проблемы полностью решены. Еще в 6 найдены инвесторы на достройку. Работы по строительству уже возобновлены. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.